Дорогие друзья, сегодня мы с вами будем говорить о российской космической фантастике. Российской космической фантастике, все три слова очень важны. Мы не будем говорить о советской космической фантастике. Мы не будем говорить о российской дореволюционной космической фантастике. Мы будем говорить о космической фантастике, начиная с 1991 года, написанной русскими авторами, или, как сейчас принято говорит русскоязычным, и изданной где? В России. В Российской Федерации. И, конечно же, конечно же, мы будем говорить о космической фантазии, а не о киберпаде, не о фэнкзи, не о мистике, не о городском фэнкзи, не о форре и даже не о реалистической литературе. И не о вампирах, если только они не являются кем? Космическими фантазиями. Командир экипажа, корабль. А теперь добавлю, что этот жанр, один из немногих, который востребован современной читающей публикой, действительно востребован, из-за которой она исправно голосила в кошельку. Возможно, кому-то этот документ покажется смешным, то мало ли за что люди голосуют кошельку. Однако, правда в том, что люди действительно хотят читать про космос и, видимо, расхотят еще не скоро. Любой издатель вам подтвердит, что звездолета на обложке почти всегда он продает даже среднюю книгу. А отсутствие звездолета на обложке в состоянии... Загубить книгу, сколько вы звездолета снимала внутри. Однако же, однако же, я бы хотел навести некоторую статистику. Скажите, пожалуйста, друзья мои, кто из вас в своей жизни читал российскую космическую фантастику? Хотя бы одну книгу. Ну, Озаренов не читал, например. Хорошо, а скажите, пожалуйста, читал ли кто-нибудь из вас в течение последних пяти лет российскую космическую фантастику? Вот, кстати, не трогал. А, нет, читал. Хорошо. Ладно, в таком случае, по крайней мере, мы можем пока не расходиться. Я думал, что никто не поднимет другого раза. Я скажу, ну не с вас вонс. Идем без пива с вами. Хорошо, хорошо, прекрасно. Значит, мы, естественно, будем делать это не в форме доклада, а в форме круглого стола. То есть мы будем выбрасывать тезисы, а вы будете высказываться по их поводу. Для начала, для начала, я бы хотел обозначить такую... Вбрасывая тезис по порядку, правильно? Да, хорошо, справедливо. Вот, начнем с меня. Да. Первый тезис, который мне хотелось бы убросить, он очень простой. Для современной космической фантастики, которая пишется в России, требуется ли от автора хорошо знать и владеть экономическими и социальными категориями и знаниями? Должен ли он быть хорошим экономистом или социологом? Если это не антуражная фантастика космоса? Мы говорим про космическую фантастику. Это настоящая космическая фантастика. Пример показывает, что нет. Если это не пираты в космосе... По факту нет. По факту нет. По факту нет. В идеале, да, но по факту нет. Хорошо. Должен быть. Должен быть. Вот. Хорошо, то есть, мы обращаем внимание на интереснейшую вещь, что в центре космической фантастики обычно находится корабль космический, да, и люди на его положении. И когда мы пишем, допустим, про космическую верю, нам нужна была бы социология и экономика. Но когда мы пишем про корабль, они нам не нужны. Да? Ну да. Соология малых групп вполне. Они нужны. Или больших. Хорошо. Я задам другой вопрос. Можете ли вы себе представить российскую космическую фантастику, ровно как и любую другую, без инопланетян? Нет, нет. Да. Приведите примеры и объясните почему. Прошу. Человечество не понимает, почему нет. Господа, давайте сделаем так. Поднимаете руку, представляетесь и высказываете. Прошу. Обычно, Александр. Я не понял, почему да или почему нет. Что нужно ответить? Нужно ответить на вопрос да или нет и обосновать свое мнение. Инопланетян. Может быть, потому что я читал. Например. Антональстику Первуши. Так. Первуши. Это хорошая агрокмическая трудность. Ну, это здорово. Это здорово. Это здорово. Это здорово. Мы не говорили о качестве. Мы говорили о том, что есть. И у него нет инопланетян. Есть российские. Но вам понравилось при этом. Да. Прошу. 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 Можно ли уточнение. Инопланетян имеет себе житель других планет или земляет? О, но. Только представители жизни. И земли. Ну, прим. Очень много таких неба. Например. Из переводных? Ну, например. Я все другой. Именно из российских? Да. Жарковский. Зоричек. Метонос. Есть, да? Так. Хорошо. Якова. Да, да. Что еще? Сразу как пример. Хорошо. А вот Жарковский и Фермушин. Хорошо. А вот Жарковский и Фермушин. Вот вы хотели высказать вопрос. Марк Москвитин. Я считаю, что и да, и нет. Да. Потому что без инопланетян мы можем осваивать солнечную систему, даже другие системы, в экономических целях. Ресурсы сбывать, да, еще что-то. Но у нас есть более высокая цель. Всех победить. Это именно инопланетян. Да. Встреча. То есть мы отправляемся из Земли в космос для того, чтобы встретить других и на их фоне что-то узнать новое о себе. Приведите просто пример. Что-то новое вселенное. Но вы можете привести пример вот книги, да, вот российского фантаста, которую бы вы читали и в которой не было бы инопланетян, но при этом удачная космическая фантаста. Помимо Жарковского и Фермушина. Возможно, еще Громов. Саша. У него иногда не бывает. Да, но у Фантастика тоже бывает. Есть удачная космическая фантастика. Спасибо. Да, Громов. Хорошо. Принимаемся. Уже не так мало мы узнали о современной российской фантастики. Хорошо. Продолжим вбросы. Да. Теперь я делаю вброс. В ближайшем будущем в издательских планах останется только космическая фантастика. А фэнтези вообще перестанут создавать. Потому что трудящиеся Российской Федерации плохо понимают сложный жанр фэнтези и хорошо понимают, как им кажется, простой жанр космической фантастики. Это тезисы двадцать восемь. Это тезисы двадцать восемь. Это тезисы двадцать восемь. И двадцатого и января. Партии «Единая беседа». Хорошо. Просим рассказываться по поводу января предположения. Да я, конечно, ошибчу, но не на сто процентов. Вот мне интересно насколько… Просим. Куликов Вячеслав не научная фантастика. Да. И гуси. Эээ. Уважаемый Вячеслав, и что вы думаете по поводу постоянно? Нет, что это невозможно. Этого не будет. Это невозможно, потому что фэнтези, вообще говоря, априори более крешированный уже жанр с меньшим количеством объектов всяких, которые, соответственно, любому автору проще вписаться, а любому читателю, которому нужно не пищи для ума, а исключительно развлечения, проще это все дело про части. То есть вы не считаете, что космическая фантастика может быть легким жанром, который легко доступен простыми людьми? Может быть. Может быть. очень даже легко, но он не будет настолько легко доступен, чтобы вытеснить с собой фэнтези. То есть... То есть... Более скорее, это не устаревает. Тогда скажите мне что, надумано ли противопоставление фантастика, научная фантастика и фэнтези? Или здесь нет как бы противопоставления? Есть ли это противопоставление в голове у читателя, допустим? Или нет? А космическая фантастика? У меня нет. Ну, хорошо. Буду говорить про космическую. Для упрощения, естественно. Не будем тут закапывать. А как это? Нужно я скажу? Да. Пожалуйста. Мне кажется, что космическая фантастика и классическая фэнтези, они направлены на два типа фантазий. Первый тип фантастики связан с будущим, второй связан с прошлым. Те, кто любит жизнь в прошлом, будут считать скорее какой-то, то ли фэнтези, так скажем, что-то историческое, что-то похожее на историческое, а те, кого больше все-таки тянет к будущему, не так, чтобы читать фантазику космическую. Видите ли вот это противоречие? Например, допустим, вот один человек, он может любить и то, и это. Может, да. А он будет читать тогда и то, и то. То есть у вас на полке только космическая фантастика или только фэнтези, или все-таки бывают те книжки и иногда другие книжки. Конечно. И даже негативы. Ваше фэнтези Зорич, а потом космическая фантастика. Так, давайте, хорошо, Коля еще не высказывался. Я бы сказал, что здесь на самом деле нет две еще фэнтези космической фантастики, я бы сказал, что их три на самом деле. Значит, хорошая космическая фантастика, которая именно все нормально описывает в деталях и достоверно, и в то же время достаточно развлекательная. Хорошая фэнтези, что куда большая редкость на самом деле. Кстати, да. И плохая... Вот в одно я их обеднюю. Плохая космическая фантастика, плохая фэнтези, где все равно, какой антураж, а герой просто приключается и его можно с легкостью перебросить из системы Альфа Центавра в какой-нибудь мир . Герой не очень удивится, потому что ему надо опять приключаться. И я бы сказал, что в этом смысле, если есть любители всех всех вещей, можно любить, на самом деле, ну-то я уже не знаю, мне кажется, можно любить две хорошие вещи, а не очень жаловать в плохую. То как исключено? Или наоборот. Или наоборот. Хорошо. Просим вас наоборот. Значит, на самом деле, здесь ответ довольно не простой, на многоглядный. Ну, во-первых, противопоставлять здесь, я не знаю, имеет ли смысл, поскольку у каждого жанра как бы есть своя все-таки целевая аудитория, то, о чем он уже говорит. Кому-то действительно больше нравится исторический антураж, и кому-то что-то будет больше степень атмосферическое. Вот. Что касается явно нынешнего, здесь нынешних некой здесь пропорции, вот, то здесь тоже, наверное, я вижу два момента. Ну, во-первых, как говорит один мой или друг тоже в своей космическом предприятии, что почему сейчас вот в своем у человечестве такой этап, что мы то ли боимся смотреть вперед и идти вперед, то ли не хотим. И многие почему-то листы, значит, начали смотреть куда-то там назад, в исторический ретроспектив. Может быть, потому что там уже что-то известно, и нет вот этой пугающей неизвестности. Может, потому что это прочее расприятие, может, еще почему-то. Тенденция, на самом деле, не очень хорошая, но, тем не менее, она существует. Вот. А из, скажем так, позитива в сторону, опять же, фэнтези, ну, вот, вчера, по-моему, уже на вашем крае вестер-классе прозвучала фраза о том, что год в фэнтези – это, в первую очередь, как год от реалий и современного мира. То есть, это уход в мир тот, где нет метро, где нет этой сотовой связи, где нет этой... Ипотеки. А? Да, ипотеки. Вот. Добавлю еще несколько, да, добавлю даже несколько от себя, что это все-таки уход в мир в основном честных боев, где меч на меч щит, на щит, на копье, где нет ситуации, там, когда какой-нибудь там хлютый гачкаль, или пусковой кнопкой, у них разжигает в ядерном пламени миллионы. Это мир, действительно, той любви, за которую, там, может, жертвовать престол, территориями, но про такую мелочь, как жизнь, вообще, можно и даже и не говорить. Вот. То есть, это уход, как бы, в мир тех потерянных недавно ценностей, которые, уже, казалось бы, отвергнуты, но они все равно, как бы, они все равно, как бы, простками прорастаются, но прорастают именно на фоне, пока что исторического. Вот. Если у нас стоит прорастись на фоне, скажем так, взглядов будущего, то тогда, наверное, действительно и космическая фантазия такой же сможет объяснить свой проект. Я понял вашу мысль. Я понял вашу мысль. Это, кстати, мысль достаточно, ну, как сказать, ценная, ценная мысль, потому что она заставляет нас, писателей, подумать в очередной раз о том, чтобы потягаться с Лукасом на пространстве, скажем так, космической фэнтези, и сделать свои старовары. Хорошо, спасибо. Теперь вам предоставим возможность спросу. Вбросить тейли, да? Хорошо, вбрасываю такой тейли. Современная российская, я не знаю, я не читала, я немножко вне контекста, поэтому я больше спрашиваю, чем вбрасываю. Современная российская фантастика повествует больше о заболевании космоса, даже о высвоении космоса. Если вы понимаете, о чем я говорю. Насколько это вообще соответствует правде? Или я абсолютно ошибаюсь? Не соответствую. Ну, хорошо, предоставим высказаться, просим. Да. Вообще, насколько я понимаю, не припоминаю произведение, которое за последние годы вы описывали освоение космоса в таком простом смысле этого слова. Она как бы не этому, в принципе, посвящена. Она, в основном, посвящена приключениям героя в космическом натурале. А остальное там уже нюансы. Но все-таки это приключения героя... Вот у вас ведь было, извините, пожалуйста, вы от империи, да? Да. То есть это приключения каких-то героев из определенной империи, которые не будут, так скажем... То есть это, так скажем... Хорошо, я спрошу проще. Имперская это фэнтези или все-таки нет? А если там смесь... Ой, фэнтези, фантастика. Нет, это правильно. Имперская фэнтези или космическая фантастика, да? Хорошо, имперская космическая фантастика или нет? Или я абсолютно ошибаюсь? Мне просто интересно. Я тогда отвечу. Есть и имперская, есть и неимперская. Тут как бы... Ну, то есть перелеса нет. Понимаешь, слово «имперская» — это чуть подозрительное. Ну, как-то меня... Патриотическое. Я заменю слово «имперская» на слово «патриотическое». Хорошо. Что бы «патриотическое» нам пришло? На самом деле, все-таки... Определите, какой же... Ты переформулировал вопрос, и он стал звучать иначе. Потому что во второй формулировке я не знаю, что отвечать. А в первой формулировке я отвечу точно — не об освоении. Не об освоении. Да. Ну, просто скажем так. Вот если взять типичный... Ну, российский... Я так правильно читала. Ну, типичный, скажем, американский фантастический роман. Там, экипаж какого-то корабля летит сражаться там с каким-то... Либо с другим экипажем, либо с какими-то там клингонами, либо еще... Значит, всех предъявили, домой вернулись, миссия закончена. Собственно, вот. Я имела в виду такой патчан фантастики. То есть, ты имела в виду то, что называется, на самом деле, не «спейс-опер», а «милитарь», да? Вот это вот? Да, наверное, да. То есть, военная, пока... Военная космическая фантастика. Да. Мне кажется, я больше, чем... Конечно. Дело в том, что... Я хотела сказать, что... Конечно, да. Потому что сейчас жанр космической фантастики, вот его, в основном, детьми. Вросло его не читают. Вот такие вещи, как освоение, заработаем денег. Это скучно, а дети это не любят. А дети любят что? Когда все бегают с бластерами вот такими, летают на таких, пью, пью, дышь, дышь, и... И пью, дышь, дышь, дышь. Даже это слишком сложно. То, о чем вы говорите. Экспедиция, какие-то проблемы. Просто... Попробую еще в публику такую. Просто... Достаточно жаль. Потому что самое интересное... Вот Вы сказали, что можно купить космос без инопланетян. Ну, не лично. Совершенно не ему интересно читать про космос без инопланетян. Потому что... Самое интересное, это вообще контакт. То есть, в принципе, никакой... По мало-мальски серьезной грамме нельзя построить без контакта. А когда контакт ограничивается тем, что, значит, послали себе, сколько там было торпеды, и взорвали маленькую планетку, потом вернулись домой с тобой. Это немножко печально. Ирина, есть другие инопланетные миры. Мы считаем Алдеи нашими? Да. Айкумены, это уже скоро будет день об одной огромной вселенной, в которой нет инопланетян. Они все наши. Ну, очень рады, люди. Ну, очень рады. Но это все равно включает политику. Это не война. Там есть социология, там есть политика. Но там нет космоса. Это, извините, не космическая фантастика, не без любого. Там это оттуда норман. Там нет космоса. Ну, нет, ну, ну. Сверхлюзия не сможет. Сверхлюзия не сможет. Это веща живой. Ассоциазия, скажем так, якобы космического антурала. Там обманывают члены космические. Там нет космических объектов, остальных перемещений, нет науки. Есть отношения. Ну, я все читала тоже. Ну, это как бы изделие, а не пропеку и полюсей. Как бы космосом являются условностью. Он не интересен настрам, они в нем не разбираются. И, в сущности, они не приводят отдельно на него. А мы же все-таки продаем космос. Ну, то есть, как бы, как бы... Да даже в кухон-диске космоса больше словен томас. Я читала, кстати, гукольник. Ну, это, ну, как бы, можно сам. Я, как ученый, против того, чтобы это называть научной фантастикой. Это, как бы, ну, там космос является метафорой, с гурой речью, понимаете? Как бы, и нам, как людям, которые все эти, типа, воспринимают это. Нам, как бы, обидно. Мы вот старались, читали. А люди написали, они на энергии любви. Летают, звезлы обедают, любовь выделяют и полетели. Ну, Александр, ну, детский сад, штаны на рамках. Я не люблю это. Фантазия. Я с уважением к ним отношусь и к людям, как авторам. Ну, я не люблю, когда читатели обманывают. Ну, как бы, в данном случае, его обманывают. Ну, как космическую фантастику продают, ну, некоторую сказку с градесными, как бы, персонажами, как из комедии «Дель арты». Это, там, владеет, красотка. А я могу читать простой. Мне просто недалек покажите. Только что Гима говорил, что и это космическая фантастика. Хорошо, окей. Ну, у нас мнение расходит все длинное. Конечно. Я думаю, что согласен про первую перелогию «Рокумены», как тут без вариантов, какая же космическая фантастика. Но последняя книга, которая «Волчонок», это уже космическая фантастика. То есть, от того, что пришлось как фэт, на зене, тем не менее, пришли как космические выборы. Можно. Ну, у нас и Джеймин оставил. Медседактором, который сказал, что мужики, ну, советы, видите? Ну, как бы уже. Допросим, допросим, да. Я хочу сказать, что, может быть, сейчас идея развития космической фантастики, проявления и освоения космоса. Потому что самого освоения космоса у человека сейчас нет. Во. И если когда в 60-е годы ушло освоение космоса, и в период итоге фантасты мечтали о космосе, и у них шла фантазия вперед, то когда все развитие космоса затормозилось сейчас… Оспариваем. Двумя тезисами. Первые тезисы. Открытие экзопланет. Массовое. Более почти тысячи сейчас. Уже развитие астрономии сейчас вот такими темпами, как и раньше. Это освоение. Это прямое. Поясните для аудитории, что такое экзопланет. Я знаю, что это экзопланет. Второй тезис. Извините. Наса у нас высадила на Марс очередной марсоход, очередной автоматический зонд, который на протяжении года уже там работает, есть и с двумя другими. Поэтому освоение космоса идет. Может оно идет и теми темпами, которые нам бы нравятся. Но они нет. То есть вы думаете, что эта космическая антистика в основном покупает все-таки подростки? Да, я это знаю, потому что я и торгую с этого взрослыми. То есть взрослые получаются меньше читать? Ну они практически не читают. Весь жанр, весь жанр. Он сместился из области того, что читают студенты и взрослые, в область того, что читают дети и студенты первого, второго, третьего курса. К огромному сожалению. И соответственно все процессы, которые мы наблюдаем, это есть следствие перетаргентирования фактической целой отрасли. И тут с этим ничего не сделаешь. На Западе те же процессы шли, они к тому же у них пришли. Соответственно романов про освоение тоже в общей массе немного. Хотя я согласна с ним, чтобы говорить Вячеслав про то, что там дела с космосом получились. Конечно, да. Очень коротко. Как вчера Иен Макдон говорил, что его один из следующих романов, он сейчас будет как раз про колонизацию Луны в ближайшем будущем. Там пять семей и все такое. Семей это колонизация Луны до обочавелия 3 и так далее и так далее. Де Мун. А? Ну, есть такой фильм. Да, да, да. То есть он напишет продолжение? Де Мун, ты. Мне кажется, Лиман, что отсутствие популярности у такого жанра, как вот Инна, да, Инна называла, которая Инна называла исследования, связано то, что тема контактов с другими сейчас перемещается в такие жанры, как хоррор, там, я не знаю, какая-нибудь мистическая проза, еще что-нибудь. Извините, я не ослышался. Исследования в жанре хоррор? Извините, я. То есть когда мы говорим о контакте с другим, да, раньше мы летали в космос. Мы ездили там в солярис, мы летели там, не знаю, там, что еще. У нас было еще... Сейчас нам неинтересно лететь в космос, потому что мы выяснили, что есть параллельный мир, что есть монстры, ужасы, привидения, вангелия, там, не знаю, еще. Параллельный мир. Можно я ответить? Может быть оно так, но если оно так, то оно очень печально. Потому что когда имеется в виду контакт с параллельными явлениями, или с чужими, или с кем-то еще, другой предстает, чем он предстает, чем-то отрицательным. Тем, что нужно экзорцировать, тем, что нужно, от чего нужно защищаться. И это получается, что сознание у человека, у которого вот из космической фантастики контакт перемещается в такие области, как хоррор, сознание у человека становится абсолютно параллельным. Тогда... В космосе все-таки... Нет, дело в том, что в космосе, когда человек налаживает контакт, он прилагает усилия. Это рассказ может быть о космосе или нет, но это рассказ об усилиях, как понять друг друга. Они могут увеличаться или не увеличаться успехом. Очень многих контактов они, конечно, не увеличаются, но, тем не менее, мы говорим об усилиях. Вообще не в чужих... Бывает иногда, когда пытаются наладить... Девочка в сумерках наладила контакт с вампиром. Но, тем не менее, это немножко не о том. Мне кажется, это попросту научиться о том, что современная аудитория, она, к сожалению, готова только вот к таким контактам. Но это очень жаль тогда. То есть она не флотизирует и сразу априори. И более того, она, как сказать, отчуждает... Владимир Ларионов имеет сказать на эту тему. Он понял. Да я хочу что-то вроде тезисов. Надо что-нибудь сказать. Бросить. Дайте область. Не очень умная, но... Тем более, вот такая вот... За мной оратор сказал о таком, я думаю, что надо вспомнить еще о таких вещах, например, как Роман Сиртварева, Рыбакова. Там идея освоения космического пространства и подготовка к его освоению становится средством, которое помогает вытащить страну из кризиса, из проблем разных. То есть там, как таково, пока еще в космос они не отправятся, но они очень сильно готовятся. И эта идея овладевает умами, люди окрыленные начинают с ним заниматься. Мобилизация нации. Убедительная терапия. Может быть, об этом как-то тоже надо... Это интересно. Владимир, большое спасибо. Действительно, ты затронул интересную вашу тему. Успорство в цели, средства консолидации. Да, общество, так сказать, и отчасти даже, можно сказать, национальной мобилизации. Ну, это прекрасно. Собственно, ну, Вячеслав молодец. Обе книги хорошие. У них еще трудно такие идеи воспринять. Понимаете, они еще помнят, как они трубили на номерных заводах и своим детям потом высказывали, как нам тяжело трубиться на всех этих заводах. Ну, зачем мне дядя в шарашках? То есть, в детстве, что я, когда читала эту книгу, у меня было двойственное чувство. Я, и, честно говоря, поскольку мой папа был секретным физиком, а тетя работала на секретном дороге, прекрасно знаю уже секретных инженеров и секретных заводов. И эта работа, она износ до последнего патрона, как бы, без выходных, там, ранние седины, там, упавшая ракета, за которую плачет весь завод, потому что никто не пойдет в воздух. Ну, это своеобразно. Это, значит, как, ну, какой-то Саддама за практику. Да, и я читала и думала, а вот Робов сам там, на номерном заводе, когда я не работал, походу нет. Извините за выражение походу, оно просто такое, как репертуар революционных матросов. Но не на заводе, а на институтах. Он думает, что, если наступит опять вот этот ренессанс номерных заводов и вот этого космоса, как сверхусилия, то он будет, конечно, в союзе писателей, а не на стенде испытывать модель. Вот. Не имея ни семьи, ни детей, ни будучи. Ну, мы сейчас не без нас. Насколько это достоверно? Ну, просто, вот я хотел, что-то, сколько есть вот такое вот. А насколько это достоверно? Возможно. И сложно. Я люблю космические программы, и все это для меня близко. По-другому, я ужасно не люблю, когда общество живет непосредством. Вот советское общество, которое занималось космосом, это общество, которое жило непосредством. Вы знаете, вот как человек, который получает зарплату улыстного клиента, он вдруг берет и покупает себе аудиоуссинь, да? Просто он вообще, как бы… Нормально было. Он не будет прикушать, пить, его семья не будет отдыхать, и всем прикушает начинаю кашу, да? Ну, как бы… И вот и подумаешь. Может, надо было купить ладо-катрицу и побоится. Вот как бы, да. Ну, это так. Это правда. Ну, это на самом деле, да. Она затронула, конечно, на том конце спектра, подняла очень важный вопрос, и я согласен с ней в значительной мере, поскольку тоже был в детстве погружен в мир, как бы, людей, занятых космосом и сопутствующими аэрокосмическими, так сказать, отраслями. Вот. Я вот что хочу сказать, что все-таки я считаю, что такие книги, как пишет Славов, Вячеслав Рокопов, они, конечно же, имеют право на существование, потому что они в наше такое время очень, ну, как бы, шумное и суетное, и заполненное значительной степенью пресса, они, ну, указывают какие-то, и вентуально, так сказать, вероятные другие варианты вообще существования, понимаешь? Вот. То есть, как бы, равно, как и мы с тобой, когда пишем «Завтра войну» про план «Россия может» и так далее. Просто у него ближайшее будущее, и, как бы, эта система, она очень похожа на советскую. Нет, конечно. Если бы она была менее похожа на советскую, я бы сказала «да». А так как это все те же, все там же только на 10 лет, ну, это же Советские. Ну, да. Просто они такие, а потом, чего он не видит. Если бы он это видел, он бы никогда это не видит. Знаете, да? Нет. Ну, повторюсь еще раз, почему не написал бы? У разных советских людей разный опыт, и ладно, это вопрос. Ну, и не советский. Вот тут это не вопрос. Это даже, как бы, ужас немножко лично. На самом деле, такая система работать будет при правильной мотивации. Потому что, когда мотивация есть, что это то, что ты делаешь кому-то надо, и желательно там не тебе, и не твоей компании. Потому что ты отлично понимаешь, что твоя компания, это просто на этом деньги зарабатывает. Когда это надо другим, когда это надо людям, в стране в целом, ты выложишься отлично даже сейчас. Я тебе зала вопрос, а надо ли это другим? Вот я могу про себя сказать. Я сейчас, в общем, вот такой вот зоопарки по жизни, на самом деле. Вот. Эта зоопарка основана на абсолютно такой же мотивации, только мотивации личностной. Это моя репутация как профессионала. Да, это тоже. Вот. Но это не деньги. Это и все вот эти вот такие средства мотивации, которые там, допустим, нам предлагают в качестве, там, компенсации, отдыха, там, чего-нибудь такого. Нет. Это работать не будет. Да. Я прошу прощения. Я как настоящий интерактор сейчас здесь из двух книжек примерно. Обычно я скачиваю подряд все, что новое. Передаю. Они скачают. Обычно ты учились. Но мы не читаем. Я их просматриваю, и вверх сбрасываю. Вот сейчас эти сотни я нашел одну, примерно, связанную с конструкцией. А вы просто вот все новинки чёсов. И среди них однако. Да. Ну, что скажешь, их не так много пишется. Особенно на русском и на русском. Да. Следующий тезис. Я просто долго думал просто. Просим, Коля. Да. Тезис такой. В обществе, в котором наличествует сильная социально-экономическая неустроенность, космическая фантастика популярна не будет. Да. Пока все более-менее не успокаивается. Ну, понятно. Поправка к тезису. Коля, а потом она по другому причине не будет. Николай, поправка к тезису. Должно быть не состояние, а должен быть грызин. Все улучшается. Ну, то есть динамика. Динамика должна быть. Я согласен. Динамика. Нет, понимаешь, Коля, на самом деле тут как-то сложнее, чем ты сказал, потому что, ну, ты… Ну, это как тезис. Да. Ну, это, так сказать, как тезис. Понимаешь, тут вот в чем все дело. Что, с одной стороны, вроде бы она не должна быть популярна. Вот. Но, с другой стороны, она все-таки достаточно популярна. Понимаешь? Ну, как-то вот… Ну, вот мы все напишем книги, да, космическую фантастику. Я читаю. Достаточно хорошо, массово. Просто просят еще. Вот. Причем это все происходит на локальном рынке, на русском. Реально читают в основном в Москве, в метро. Вот. Я к чему это веду? К тому, что все-таки, если бы мы вот, например, Тьяны сейчас написали книжку в жанре фэнтези. Вот. Причем любую. Хоть про вопера, хоть про что угодно. Вот. То, как ни странно, у нее бы востребованность была ниже, понимаешь, чем у нашего очередного космического романа. Хотя мы могли бы уже всех и задолбать космическими романами, но читать. Понимаешь? Это я к тому говорю, что вроде бы не должны, но, однако, вот такой факт налицо. Он эмпирический тогда. А космос, к тому зрению, всем нравится. А на завод никто не хочет. Да, понимаешь? Но если мы с Янами начинаем сейчас писать, что ребята надо сделать то, 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 то. Да, то, 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 то. То есть, не результат, а процесс. Да, да, да. Если мы начинаем писать производственный роман, то все должны полететь на Марс, понимаешь, всерьез это напишем, а на Марсе заниматься какими-то научным комплексом научных и фундаментальных научных исследований. Да, 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 да. Было бы очень интересно, очень ограниченное аудиторию. Взрослым людям, которые там один процент архитуры. А как бы наших же читателей, основная масса, скажет, ну да, 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 это, конечно, сложно, сложно, вы такие тупо, где-нибудь. Потому что мы же с Янами все вот эти страшные заклинания типа там счетчик нейтронов, характерной энергии для присутствия воды в толще там под слоем реголита семи метрополев. Мы все эти слова в состоянии проговаривать очень легко. И как раз подсесть на вот эту вот крутую такую вот научно-космическую, так сказать, тематику со всеми мысленными деталями, пожалуйста, в состоянии. У нас скорее проблема отсесть от этого. Да, у нас проблема, так сказать, проводить уголовотомию плановым, чтобы все-таки нас понимать. Вот давайте тогда, давайте тогда я еще один тейлер спрошу. Вот, или вопрос опять же. Тогда насколько нам нужна наука и производство фантастики? Вот насколько. Научные фантазики, я имею в виду. Нужны. Ну то есть как? Вот мы с Яной охотно пишем о том, что, а вот такой-то персонаж, он же работал на таком-то заводе в будущем. Они же делали какие-то звездолеты особенные. Он же отвечал за такой-то блок. Ну это все интересно и круто. Ну сколько? Ну три страницы. Ну, кстати, вот опять же вспоминая вашу трилогию, да, вот трилогия отличается от практически большинства остальных книг русской, российской научно-технической фантастики, вот, проработанностью именно научно-технических деталей. Вот, спасибо, спасибо. Это так. Это так. Значит, вопрос в том, что после вас такой проработанности не было вообще. И не будет никогда. Потому что она избыточная. Честно говоря, на пределе уже. Вы думали, половину этого не делать и читать. Да. А наполовину сделать интригу про двух иностранных шпионов, которые сыплют сахар в Жеклера космических звездолетов. А я бы это не читал. Я бы хотел сказать, что нужна научно-техническая фантастика космическая. Потому что в нашем рынке, в нашем рынке, она востребована. Может, не очень сильно по сравнению с людьми, но она предваряется переводой. В большую степень. А если русская космическая фантастика станет как буретноспособной, мне кажется, это будет простой. Она и есть как буретноспособна в известных пределах. Хорошо. А я как раз собрав предыдущий, у меня сразу возникает провокационный вопрос. А есть ли у нас авторы, которые могут, а главное, хотят писать космическую фантастику на уровне лучших западных фантастов? Причем я имею в виду не военную фантастику, а не так далее, и не чисто твердую научку, которую, в первую очередь, может писать без сомнения, никто не сомневается. Ну, он скорее научно-технический тракт. Да, научно-технический тракт. Не учили. А именно, много космооперов, где у нас идет сочетание одновременной технологий и всего-всего-всего, но достаточно не для детей написанную, не для подростков. Есть. Вот мы... Это не кроме нас, потому не понятно. Это потому что очевидно, потому что мы не в состоянии, и хотят... Но мы не будем писать, конечно, но непонятно. Я вот хочу, но у меня немножко в другом месте наука. То есть, как это... Я пытаюсь писать про инвеста. То есть, если я... Да. То есть, у меня и абсолютно не знаю ничего про космические заводы. То есть, я вот это примерно в том же созвездной трактах, в котором летит корабль стал трактой, и примерно в том же времени написания фантастики. То есть, я по времени написания нахожусь тогда 50-х. То есть, современных технологий я немножко знаю, но очень немного. Но что мне интересно, это действительно, как может происходить развитие познавания языка в зависимости от различных контактов. То есть, я не знаю, насколько это сейчас научно, но если я когда-нибудь возьмусь за продолжение вот этого межпланетного лингвиста, вот там как раз, поскольку это моя область все-таки, вот, там я немножко разбираюсь именно в технологиях и в том, как там... Допустим, какие сейчас есть программы, там, для статистики вербальной, какие есть программы для перевода и так далее, вот. И интересно именно, как это может... То есть, мне интересно подумать, как это может быть дальше, когда мы столкнемся с теми разумами, которые на наши разумы абсолютно не похожи, с теми речевыми системами, которые нашу вторую жизнь абсолютно не напоминают. Но я не знаю, насколько это вообще будет космической фантастикой. Это будет фантастикой у нас. Но это зависит от того, как сделать. То есть, хотят есть, могут, не знаю. Ну... Космическая фантастика это стоит, если детство будет просидеть поздно. Вы понимаете, что, о чем Вы говорите, вот такие вещи сложные, написанные взрослыми авторами, которые писали долго, да? Вот их, как бы, кто-то должен издавать. Вот, если будете задать какие-то вопросы на задание таких вещей, какие вещи появятся? И, по правилам, они любят работать многое в стол. Вот, людей это убивают. Они от этого прибытия входят в состояние депрессии, начинают пить. Я таких примеров, как бы, знаю. Это очень плохо. Вот, если, условно говоря, задать свой вопрос, завтра обнаружишь, что... Да, вот нас уже 15-й раз на форуме спросили за этот месяц, когда выйдет серьезная научная фантастика. Я не знаю. Не за что мне, ребят. Я не знаю. Я не знаю. Интересно. Я, наверное, в ситуацию, которая нужна. Мне кажется, это интересно процессы отбирания масс-маркета. Сейчас будет, ну, буквально, там, 20 лет в ближайшую. Видим, как масс-маркет просто отобрет весь. И останутся только нишевые книги и рассчитаны на людей, которые умеют как-то читать. То есть, на нас. Да, да. Так вот, тогда будет интересно. То есть, вот тогда, когда... Когда, наконец-то, освободимся от груза масс-маркета, который уже неружно будет обслуживать, потому что там не будет денег. Вот, тогда мы в ней напишем, как бы, хорошие книги, вот, про инженеров, которые в будущем строят космические книги. Не надо. Ну, про эксплуатационщиков очень интересно, кстати. Это просто пример. Очень интересно. Ну, я бы спрашиваю. Ну, то есть, читательский язык для того, чтобы появились такие вещи. Как было правильно сказано, читателей нет. Он мало. Их мало. Их мало. Но проблема как в том, что, а у нас нет таких произведений вообще, ну, кроме Якова, который... Пайк нет, потому что все те люди, которые читали поэты, сейчас читают переводное. Если бы, знаете, своих слов сказал, мы все, уж маленько, пожалуйста. Мы больше не переводим научную фонтрафику, а здесь, где он только наш. Ну, вот, видите, вот, никто не хочет задавать книги под сверление. Вы как видели, как их сверлят? От этого зрелища можно посидеть, понимаете? Вот, когда непроданные книги привозят на фабрику, вот там такие большие аппараты и просверывают дырки в них. Ну, вот, как люди, да, особенно, вот, масса, терапия, это на ближайшая, вот, как бы, аналогия. Вот, никто не хочет задавать хорошие вещи, чтобы потом их везли и сверлили. Вот, может быть, в зале есть не Гоноковцы, а кто нам в Володе Ларина? Ну, Володя, наверное, знает, вот, как все издатели реагируют на непрознанный тираж. Они очень расстраиваются. Вот, все говорят, вот мы бы почитали бы, вот мы бы почитали бы. Писатель долго пишет, три года он готовит роман с ее, да? Потом он все-таки доползает издатель, издатель его издает, продается 10 миллиметров, и... А все говорят, да, ну, как нам не хватает, серьезно. Если вы будете названным в дом за такие вещи, они понравились, да? Может, вот, с вами есть деньги? Нет, нет, нет. А этого, ну, как бы? Прощи, потому что нет, как бы, да... В общем, можно сказать, что за последние три года был динцидент. Вот, кроме Ляркова, никто не может в словах. Ну, Громов? Ну, нравится? А Александр Громов? Ну, он достаточно качественный. Вот, ты, по-моему, я уже отвечала. Он, вот, именно пишет качественные, сложные, может быть, скучноватые, там, мудноватые, маст-маркетные вещи. Ну, и что-то я не вижу за ним преуспеяния большого в комбинации. Ну, как бы, я его очень уважаю, желаю ему хорошего. Ему очень тяжело. Человек пишет. Книга шлёпается в вакуум так. И там происходит, вернее, некоторое оборение. А потом, там, через год, кто-то вспомнил, да, уже мужик ещё есть непокой. Грома, Саша. Ну, и опять тишина. Ну, то есть, понимаете, вот, все говорят, что они хотели бы это читать, а когда это выходит, почему-то идут и сериал. Какое-то тут противоречивание. Какой-то там роман, например. Жрать чего-то другого хотели. Вот. На самом деле, хотели чего-то другого. И с виду, кстати, читательских иллюзов и те, которые изучают космическую фантастику. Грома, в данном случае, не совсем то. Громов, это именно научная космическая фантастика. А я, скорее, имел ввиду то, что новые основания, когда-нибудь называется. Ну, в примере, вот, кто? Ну, это Двенчнарит. Ну, Двен, ну, Двен, с которым нет, правильно? Ну, не знаю. В пример, и берём, вроде Фуалю. Вот это вот, на этом уровне я имею в виду. Такого не пишут нас совсем. Да элементарно. Будет легко написать на самом деле, кто будет читать. Вы же не будете. Такая книжка была у Федии Березина. Федия Березин хороший пример. А вот расскажите аудитории про Федию Березина, пожалуйста. Расскажу. Эта книжка у него была, я считаю, лучшей. Она у него называлась хуже всех. А покупают у него всякие. Как называлась? А как же она называлась? Федия Березина. Вы про черные корабли или про что-то там? Луна, Луна. Первые наши полеты. Гагарин на Луне, который должен застрелиться. Да, да, да. Закручено там. Научник станции американская, российская, советская. Хорошая фантастика ближнего прицела. Отключена к датам, к истории. Очень красиво. Вопросы, да. Нет, я просто хотела сказать, что Бэкс, у меня самого проекта и прочего, в одном институте для Ленин все раз писал, что многие считают, что он пишет должной фантастики, чтобы разрабатывать деньги. Да. Такая жанра книги, разрабатывать деньги. И еще, знаете, классную ситуацию. Ну, действительно. Да. Саша, это очень странное мнение. Дорога красок дает страшный. Четыре раза больше. И строй, говорит, был наоборот. Знаете? Ну, опять, поверим. Бэксу поверим. Бэксу поверим, конечно. Бэксу поверим. Он хороший. Я просто хотела сказать, что узок наш круг, любителей научной фантастики, и на него очень трудно работать. Да. Ну, уже и вон марки скоро так помрют, а он как бы, ну, наша ниша так, да. 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 Вот суббрикой я не жил. Ну, таму тоже, но в том том, как и еще. Еще вопросы, дорогие друзья. Кто очень хочет порадовать парадоксальным суждением на тему космической фантастики? Российской космической фантастики. Ну, а можно я здесь, по-настоящему вопрос еще? А насколько российская космическая фантастика, в плане того, что она является в Российском языке, должна быть российской космической фантастикой хватит того, чтобы там есть человек именно про россиян. Ну, предпочтительно. Русские читатели хотят читать про россиян, но это как-то убийство, понимаешь? Те, которые не хотят читать про россиян, читают Брэкс, и все. Да, припоедини, Боряк. Все это знают уже, все это и звучит. Тут главное, что существует очень сильная асимметрия, она во всем существует, но только в законской фантастики, связанная с тем, что Запад, конкретно Англосакс, они производят огромное количество культурного продукта. Любого. Кинематографического, сериального, книжного, правильно? Все книжки в диких количествах. Пишутся фэнтези, зайдешься, космическая фантастика завалит. Соответственно, они там пишут про то, что им интересно. Про кульку, понимаешь? С большой буквы. Если вы там Бенцев, то... Про Роршака, если там... Понятно, да? Они все это чудесно пишут. У нас это в Ольм Снорес переводят, потому что нет смысла не переводить, как-то глупо, да? Вот. И поэтому у нас сразу огромная доля рынка, она заполняется понятным, читабельным, достаточно качественным продуктом импортного производства. Правильно? Тебе, вот, я имею в виду, как к русскому писателю, остается, ну, какое-то количество там возможностей, понимаешь? Так вот, и в этом секторе возможностей ты можешь либо писать, как бы, такую тоже универсалистские, а-ля западную фантастику или фэнтези. Как Алекс Орлов? Да. Вот, ярчайший пример Алекс Орлов. У него всегда герой, это там какой-нибудь джим, вот, он на какой-то планете обобщенной с какими-то там... Бузбластер? Да, ну терминология там какая-то, там, страйдер, бластер, там, шринкер. Шринкер, пайпизм. Да, что все есть. Да, ради бога. В основном, тут интересная вещь, потому что лучшие области западных фантастик, а вы они универсалистские, не универсалистские, не столько универсалистские, сколько их симпатические. Возьмите, скажем, вот, «Юг Ха-Сарости» он фильм, на секундочку. Ага, ну что-то интересное. Да? Возьмите там кардон, в котором, в каждом праворе, обязательно есть русский, обязательно еще кто-то там, да? Я не знаю, нечестно, это неланцы. Я тебе скажу такую вещь, все сразу поймешь. У нас был мастер-класс, который мы сегодня утром наставили, и когда мы просили тексты на мастер-класс, я просила всех участников написать себе справку, которую удивили только мы. Там был вопрос. Биографический. Биографический. Какие ваши любимые писатели? Только один человек, это Алексей Борисов, которого у нас нет, указал русских писателей в своем, ну, списке предпочтений. У всех остальных, что угодно, идут с Гоэнкцией, Ванегу, танцы. Это все хорошие писатели, но он говорит, друзья мои, вы вообще-то русские, и забираетесь писателей, русской аудитории. Вы даже не читаете своих русских коллег, даже своих русских коллег не читаете. И уже ладно, вы не читаете Чехова, окей, это слишком сложно. Вы не читаете про Бокова, там про какие-то непонятные вещи. Вы не читаете, я не знаю, там, Пушкина, а то стихи и названы. Вы хотя бы коллег своих по цеху почитаете. Нет. У нас будет так. У многих, было два рассказа из Династии, в которых меры длинные английские. При этом обычно русские женщины из разных профессиональных городов. Я их спрашиваю, русские женщины, почему у вас функции, ярды и там, как бы, ну, вы же собираетесь. И люди спрашивают, как нам вот издаться, как нам публиковать этот текст, там, вы даете свой смысл. Ну, вот, я знаю редактора, которые вы даете свой смысл, их колбасы, когда они пьютят фунты и ярды. Потому что русская аудитория не хочет читать книги про фунты и ярды. Скажу так, те, кто хотят читать про фунты и ярды, они берут, покупают непосредственно английских писателей. А ты говоришь, там, русские, да, или нет? Ну, что-то вот те, кто считают, что-то... Я хотел бы с вами вопрос. Я надеюсь, а у вас нет противоречий? Вы только что сказали, что никто из посетителей мастер-класса все назвали англоязычных читателей. А сейчас следующая фраза, что русская аудитория не хочет читать про фунты и ярды. Позвольте мне ответить Коле Караеву на вопрос, который он задал, а вы не думали на него... Тебе речи, получается, что хотят англоязычных... Потом мы ответим на ваш вопрос. Колин, в итоге у тебя остается маленькое окно возможностей. Ты можешь либо писать общеуниверсалистские тексты, либо пытаться придать им какую-то культурную специфику. Вопрос, какую же культурную специфику придать русскому писателю, который намерен продавать книжку в московском. Я не знаю, насколько вы надлежите его вообще покупать в московском. Я отвечу в разогневающий космос. То есть у меня есть объединение планет, называемое Доносоюзом, на Думан, периодики и коммунинами. То есть это примерно, так скажем, тоже объединение, которое сейчас является Доносоюз со своими проблемами, кризисами, но тем не менее с общей идеей, которая является идеей мира, идеей контакта, идеей постепенного влечения правильности. И героиня у меня там вообще не бывает. Прекрасно. Причем, если я считаю, что любилевая турнира, Ирландия хочет прочитать про Ирлангу. Пробуйте. 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 Это дело же такого. Главное, что ты и русская. Вы что? Если русская, то сразу если скажешь, что вы думаете, вы поручили. А если ирландская, то сразу вы ставите. А если это не преобладание на поводу народа, а, так сказать, тут некое... Сколько таких книжек уже много. Я тебе объясняю, что я не хочу вступать в условия с жесточайшей, зверской конкуренцией. А форты... Потому что на эти форты я тоже играю как пресс. Теперь я могу отвечать на право прочность. Я на все... Они считают себя значительно умнейшими людьми и считают себя превосходящими на долгой долгой. Как правило, они ничего не читают. Как правило, люди, которые пишут, они пытаются делать то, как бы доминирование чего они наблюдают на рынке. Им кажется, что это правда. На рынке доминирует англассационский диск. С этим ничего не поделаешь. Вы говорите в кино, видите пять фантастических фильмов, и все они про Джека и Билла. К сожалению, в России не снимают фантастическое кино. Люди, что видят, так и пишут. Но когда простые люди покупают книги, они хотят почему-то покупать их про тех людей, которые похожи на них самих. Но вот так устроят мир. Если вы посмотрите список бестселлеров российских, то там будут, как правило, российские авторы, которые пишут про Россию. Ну, как бы вот так. И, пардон, бестселлеров в области именно космической фантастики? Да, бестселлеры в области космической фантастики это книги, написанные русскими, а русскими. Василий Василий Головачев, Рома, Злондников, там. Ну, а что? Ну, между прочим, Стругацкий и Трисоведов. Но не всегда русский. Хотя надо заметить, что, по-моему, вы питали в области, насколько помню, герой изначально был то ли Востиславов, то ли кто-то, да? Камеры было сделано редактором. А вот тут я, кстати, добавлю, что у Стругацких очень интересная картина. У них совершенный разнобой в фамилиях, совершенный разнобой в именах, совершенно никакого указания нет на то, что это Россия. Но культура вся полностью наша. Они могли, нет, они могли. Они могли, но они не смогли делать именно нашу культуру. Нет, ну, ради Бога, ну, каждая книжка является продуктом определенной культурной ситуации, программальной. Вот такая была ситуация, если бы мы с Янами писали в 60-м задом, мы тоже бы писали другим образом, каким-то, не таким, как пишем сегодня. Я просто как бы рассказываю, то, как обстоятельно. Мы рассказываем про сегодняшний день здесь. Здесь и у нас сейчас. Давайте я еще вопрос сделаю. Давайте. Продолжение темы. Ну, должна ли Россия в космической фантастике быть великой? Мне да, а вот, ну, а, ну, а, мне нет. Как-то не что, да. Ну, и Миша, но приятно писать. Но мы, вот, есть определенный пункт, значит, до которого ты говоришь, да, я верю, да, это действительно очень здорово. Просто последствия проходят чуть-чуть, вот, чуть-чуть выше, значит, начинается какой-нибудь универтый оператор и все. И у тебя полный двуручный дисбелив. Ну, каждый для себя решает, в конце концов, на что значит, что это значит, что художественное творчество, пространство свободно. Я в сериале секретный материал говорил, а вот тубелив. Именно, что, а вот тубелив. Ну, как там, герой духовный бегает, помните, он хочет верить, что в зеленые чечки прилетали, и в проект Матжестик от людей прячет. Вот, я не знаю, почему будет. Я хочу сказать, вот, я так. Мне бы хотелось, чтобы у России в будущем все было хорошо, чтобы мы летали там на Марс и все такое. Соответственно, почему бы мне об этом всеми не писать? Тем более, что мои желания, собственно, в данном вопросе с желаниями аудитории. Понимаете, соответственно, все мы как бы друг друга понимаем. А, допустим, скажем, писать некую проблемную литературу, более сложную, с каким-то двойным, правильным, социальным подтекстом и так далее, я считаю сейчас лично для себя неинтересным. В нашем секторе, что литературы, она, как правило, и не нужна. Ну, и в том секторе, в котором мы работаем, как бы. Это сектор, который является сектором развлекательной литературы. Если кто-то еще не осознал это, то это очень плохо, потому что это ведет ко множеству недопониманий. То есть, как бы, фантастика уже давно уехала в сферу развлекательной литературы. Поезд уже туда ушел и обратно он не вернется. Те, кто хотят пробиваться в сфере сложной литературы для индивидуалов, должны идти в совершенно другую сторону. Там, где, ну, там, где есть читательская аудитория под такие вещи. В фантастике нет аудитории под такие вещи. И это самое ужасное. Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем за...